У нас, друзья, зачитывается вопрос второй по системе пенсионного обеспечения. Прошу. Ну, он не совсем по системе пенсионного обеспечения. Касается. Давно уж назрел вопрос, а почему в Америке все предприниматели оформляют своих работников и не заморачиваются, а в России и Украине это такой удушающий, задавливающий, просто все рушащий аспект деятельности любого бизнесмена, что лучше их вообще не оформлять. Ведь работодателю нужно платить налогов до 60% из фонда оплаты труда работников. Вот и получается, что если даже тебя и оформят по трудовой книжке, то зарплату покажут такую смехотворно маленькую, что о пенсии можешь и не мечтать. Здесь это такой больной вопрос, что кажется, будто он не разрешится никогда. А вы, как владелец известной школы, имеющей определенный штат преподавателей, оплачиваете налоги как работодатель? Или есть какие-то проблемы или ограничения? Почему в Америке и в России налогообложение в этой части так сильно различается? Ну, что же, Свет, давай я начну. Первое, что я хочу сказать, что Америка страна в целом законопослушных людей. С одной стороны. С другой стороны, если бы можно было что-нибудь украть, наверное, было бы много желающих. Но дело в том, что государство очень контролирует все эти вещи. И, как бы сказать, это подконтрольно все. То есть, если вы будете брать работников, есть такие, берут за наличку. Вот, допустим, там нелегальный иммигрант. Каким образом работает нелегальный иммигрант? А вот именно таким он получает, ну, допустим, если местному надо платить, скажем, 12 долларов в час под протокол, да, то есть документировано 12 долларов в час, то нелегалу можно платить, допустим, 8. И, например, и мало того, легальному ты к этим 12 долларов в час должен еще все остальное доплатить, я так, на вскидку, это может быть 12-15% сверху с разными там налогами и так далее. Плюс ты ему должен будешь заплатить, если он у тебя на постоянной работе, значит, он у тебя, у него оплаченный отпуск, у него оплаченные там личные дни, там, неделька в году у него, еще там что-то такое набегает. То есть он, на самом деле, дороже обходится. А нелегалу ты наличку отдал и все. И в Соединенных Штатах очень много, в малом бизнесе, в малом, очень много вот такого нелегального, особенно это в сельском хозяйстве, там, где вот уборка, там чего-нибудь урожая. Это очень сильно присутствует в, например, в строительстве, вот в тех же газончиках, там, в отстрижении газона, где еще нелегалы там в основном работают. Вот на таких предприятиях. Значит, что касается в целом страны, то вот мы, например, да, если про нас вопрос, мы сами не выписываем зарплату сотрудникам, у нас 10 человек постоянных сотрудников, значит, и у нас есть агентство, которое делает все это. То есть мы их нанимаем, они за небольшую сумму все это оформляют. Мы им только сообщаем, и они сами все выписывают, все налоги берут, куда надо отправляют. У нас нет никакой головной боли, но мы чего знаем, что мы чистые, что мы никому ничего не должны, что все, что надо, мы заплатили. И все? Свет, что ты скажешь? Ну, я вот могу добавить только по вопросу контроля, да. У нас студенты иногда идут на практику. И компания, которая их берет на практику, оформляет их на какие-то там небольшие деньги. И речь идет буквально там о трех месяцах. Иногда компании эти не хотят пропускать студентов через свою систему зарплаты, да. То ли у них нет фонда на этих студентов, то ли по другим каким-то причинам. Не хотят, опять же, платить за них налоги и так далее. Ну и поскольку мы заинтересованная сторона, да, то мы, значит, должны их оформлять. И какое-то время назад нам тоже не хотелось иметь эти хлопоты, потому что с этим агентством на каждого человека нужно заполнить целый профайл. В общем, это целое дело, помимо чисто денежной стороны, у нас нет никакого контроля над тем, когда ему выписывают чек. А они, как правило, находятся на почасовой оплате и получают деньги в совершенно другом режиме. Есть много головной боли. Да, есть много головной боли. И поэтому, чтобы упростить процесс, поскольку текучка большая, людей таких было много, мы их оформляли как независимых консультантов. То есть мы выписывали им все деньги, мы с них не вычитали никаких налогов, а выписывали им просто ту сумму, которую они заработали и давали им возможность государством расплачиваться самим. И прошло какое-то время, и государство нам присылает бумагу и говорит, что у вас что-то слишком много получилось консультантов, да, ну-ка просмотрите свои списки, значит, чтобы там были действительно люди, которые ведут свой собственный бизнес, они являются по определению наемными сотрудниками, а только оформлены консультантами. То есть нам пришлось перешерстить все свои, в общем, файлы и так далее, и так далее, и все привести в соответствие, потому что никто не хочет никаких штрафов, никто не хочет никаких неприятностей. И сейчас, даже если мы там на три месяца кого-то устраиваем, нам приходится волей-неволей водительных людей в свою систему заработной платы, хотя это очень трудоебко и очень неудобно, но никуда не денешься. То есть я что хочу сказать, мы не пытались, допустим, увильнуть, мы пытались сократить административный расход. Нет, это же было проще. И мы говорили, ребята, вот вам все деньги, а когда вы будете налоги платить, вы уже сами, пусть вас удержат. Но государство говорит, нет, мужики, вы когда им чек даете, вы должны и нам отдельно выписать, вы будете нам деньги посылать, сказала нам государство, задача которого привести такой мелкий бизнес, в котором нарушение больше, чем в большом, потому что в большом бизнесе профессионалы работают. Они знают тонкие правила. Ну да, и теперь у нас есть головная боль, но зато мы ничего не нарушаем. Стремление бизнеса ничего не нарушать в Америке, оно очень сильное, потому что есть чего терять. Кроме того, я думаю, что вот та разница, о которой мы говорим, ну и вопрос, который был между, допустим, Россией и Украиной, там и Соединенными Штатами, разница состоит в том, что там система по-другому работает. Там к тебе приходит инспектор, да, или кто там должен прийти, и он ожидает найти нарушение и получить взятку. То есть если больше нарушений, больше взятку, если меньше нарушений, меньше взятку, если вообще никаких нарушений, значит взятку, чтобы не цеплялся там, где нет нарушений. Понимаете, здесь такого нет, здесь никто у тебя ничего не помогает. И все, что от тебя хотят, чтобы ты аккуратненько, чистенько все делал по закону. Вот, собственно, и все. У нас, конечно, нет такого налога в 60% от фонда заработной платы, даже близко нет. У нас налог... Вообще, вот это интересно, термин 60% от фонда заработной... Я вообще не понимаю... Ты сдала 100 долларов человеку, да, и должна 60 долларов подать в разные налоги. Ну, у нас тоже довольно большие налоги. Подожди, ты говоришь про наши личные, а я говорю про бизнес. Нет, нет, про бизнес, но когда там идут отчисления, ну, может быть, это, конечно, не 60%, а на 15%? Ну, 15, да, ну, 15. Я думаю, что в любой стране бизнес, если бы можно было 15% отделаться, они бы с радостью платили 15% и не платили бы взятки. Я так думаю. Ну, просто, да, дело в том, что устройство Соединенных Штатов, где все, в общем-то, стремится к закону послушания и к выполнению законов, это прямо противоположно и России, и Украине, где законы созданы таким образом, чтобы их нельзя было бы выполнить, не нарушая. Я думаю, Свет, тут есть другой момент. Я думаю, что есть некоторая культурная традиция. То есть, например, если общество живет по каким-то правилам, не связанным с формальным выполнением законов, понимаешь, то есть там какие-то свои законы, другие. В Соединенных Штаты там упрощенная ситуация, да, здесь просто выполняешь закон и все, понимаешь, и ты чистый, и ты хороший, и тебя все любят, и никто не пытается вышибить тебя из состояния и взять в себя взятки. Нет, но законы не противоречат друг другу еще при этом тоже. Ну, система давно существует. Закон не делался для того, чтобы обложить кого-то налогом. Закон прецедентный, понимаешь, то есть, если однажды что-то было, и оно так решилось, больше никто никогда по этой статье не будет страдать. Известно, что, известно решение, понимаешь. Поэтому есть своя система в этом, такая упрощенная. Здесь легче жить, потому что все идут по правилам, и по правилам выгоднее. А по правилам легче жить, конечно. Если ты знаешь, что делать, то зачем нарушать правила, гораздо проще их выполнять и все. Ну, правильно, но если сама система так построена, что по правилам ты не сможешь, Вот именно, да. То тогда начинает, там просто другая система. Вы можете всегда, а почему она другая? Черт, это другая. Так сложилось, но... Потому что интересы разные группы, они... Мы не можем, мы не можем в принципиальном плане сказать, почему сложилось так, а не сложилось иначе. Ну, мы можем просто констатировать, и вопрос же не философский у нас, а как бы такой бытовой, да, прикладной. Как вот бизнеса оформляют, не оформляют, в голову не придет не оформлять. Вот меня часто, знаете, спрашивают, вот я хочу приехать, я хочу взять ваш курс, приехать в США по туристической визе и устроиться тестером на работу. Я могу нелегально устроиться тестером. Тестером нелегально нельзя, потому что компании софтверные не имеют кешевого оборота, да, никто не приносит наличку. Если, допустим, я решил сделать стартап и в своем гараже посадил двух нелегальных программистов, которые приехали, там, я не знаю, из Новосибирска, и они у меня там сидят, я им из кармана плачу, плачу, в принципе, это бывает, я даже знаю случаи такого плана. Это как, знаешь, ну, в теории возможно, на практике это всегда с кем-то другим такая визусть приключает. Но в теории, да, возможно, если кто-то платит кешем, но компания американская же не платит кешему программисту. Это как бы за рамками всего. Поэтому, если бизнес легитимный, то он так не делает. Но есть очень много, очень много малого бизнеса, ну, как, который, не то, что он нелегитимный, но он себе позволяет что-то. Строительство, розница, рестораны, вот, как бы кешевый оборот, вот там, там это бывает и в больших количествах. Все, ребят, я думаю, что мы эту тему так более-менее изложили, и мы с вами на этом прощаемся. Спасибо.